В Новосибирской области по данным прокуратуры за 8 месяцев 2021 года зарегистрировали на 15% меньше поступлений, чем за аналогичный период прошлого года. В мегаполисе уровень преступности снизился на 18%, в сельских районах – на 10%. Число грабежей сократилось на 47,7%, угонов – на 29,9%, убийств и разбоев – на 26%. Крашу хулиганств в этом году стало на 13% меньше, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 18% меньше. Основную массу в структуре преступлений составляют кражи и мошенничества – 63,1% от общего числа. Из них треть совершены с использованием интернета, телефонной связи и компьютерной техники. По информации глобальной базы данных НУНБЭУ, Новосибирск занимает второе место по стране и 179 место в мире по уровню преступности. Некоторые граждане в соцсетях обеспокоены, что нынешняя ситуация с преступностью напоминает им 90-е годы. В сети регулярно появляется информация о том, что горожане крадут алкоголь и продукты. Так, недавно трое парней из Новосибирска избили курьера и отобрали у него шоу-му. Многие жалуются, что в регионе стало больше мошенников. Нередко сибиряки устраивают драки. Например, 28 ноября местные жители устроили массовую драку в кафе, которая завершилась поджогом БМВ. Федерал пресс в рамках спецпроекта «Глаз народа» опросил новосибирцев и выяснил, безопасно ли чувствует себя на улицах мегаполиса. Вообще, в принципе, я так такового не ощущаю преступности, но были конкретные поводы, именно иски, связанные с мошенничеством в интернете. Я заказал определенный вид товара и пришел абсолютно другой. А вы что-то делали с этой ситуацией? Обращались куда-то к правоохранителям? Да, вот на днях собирался я пойти написать в прокуратуру заявление, чтобы ссылку отправили вовсе не ту, чтобы не будут жабри отправить. Мы же по ночам не ходим никуда, в интернете мы сильно не шаримся, так уж не знаем. А насчет мошенничества? Ну, мошенничество всегда было у нас и будет, наверное. Борются, наверное, но толку мало. Они впереди, на шаг. С учетом того, что уволили многих из-за прививки, из-за отсутствия вакцинации, многие потеряли работу. Ну, сейчас многие ищут удаленку, из-за этого их обманывают часто. Ты приходишь, ты говоришь, я буду работать у вас на удаленке, а вас просто кибрают, так скажем. А вы сталкивались с таким или кто-то из знакомых вам рассказывал? Да, я и знакомый. Ну, мы заметили то, что появилось больше людей, которые просят деньги, пристают и навязывают свою философию жизни. В центре самом, на красном. Как они себя ведут? Пассивно и агрессивно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...